Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Награжден орденом мужества посмертно. В Самаре простились с 21-летним медиком-анестезиологом Дмитрием Тороповым, который погиб на территории Украины. Система льготного кредитования, отмена проверок и отсрочка по уплате страховых взносов. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о поддержке предпринимателей в Самарской области. В Самаре 15 июня начнется пляжный сезон. Где организуют места для купания? Ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск представит Россию на новом конкурсе армейских международных игр 2022. В Самаре завершился всеармейский этап конкурса «Армия культуры». В Самаре простились с героем. 21-летний ефрейтор, медицинский брат-анестезиолог медицинской роты Дмитрий Торопов 22 мая погиб при выполнении служебного долга на Донбассе. Медицинский транспортер, на котором передвигался ефрейтор Торопов, попал в засаду и был подорван гранатометным выстрелом. Проявляя мужество и самоотверженность, Дмитрий помог боевым товарищам выбраться из подбитой машины. Во время оказания первой помощи тяжело раненому сослуживцу он получил осколочное ранение и скончался. За проявленную мужественность, храбрость и отвагу, указом президента, Дмитрий Торопов награжден орденом мужества посмертно. Военнослужащего похоронили на кладбище Рубежное. Но гибнут лучшие. Лучшие почему? Потому что не прячутся за спинами других, честно выполняют свой воинский долг. Погиб он не зря. Он выполнял задачи, которые связаны с защитой Родины, своего народа. И народ, он не забывает своих героев и его не забудет. О мерах поддержки самарского бизнеса поговорили сегодня на пленарной сессии «Россия и мир. Новые возможности». Сегодня в малом и среднем бизнесе работает в общей сложности более 618 тысяч человек. Это четверть трудоспособного населения Самарской области. И сейчас на них возлагают особые надежды, поскольку малый бизнес имеет более гибкие возможности для перестройки. О помощи, на которые могут рассчитывать предприниматели региона, расскажем в сюжете. Сегодня в регионе зарегистрировано 132 тысячи компаний индивидуальных предпринимателей и 118 тысяч самозанятых. В общей сложности в малом и среднем бизнесе работают более 618 тысяч человек. Это четверть трудоспособного населения Самарской области. И сейчас на них возлагают особые надежды. Малый бизнес имеет более гибкие возможности для перестройки. Он должен стать драйвером развития экономики. Об этом говорили на пленарной сессии «Россия и мир. Новые возможности» в 2020 и 2021 годах в виде различных мер поддержки. Самарский бизнес получил более 45 миллиардов рублей. Принятые в этом году меры позволят привлечь почти на 20 миллиардов больше. Вы знаете, что мы столкнулись с беспрецедентными по своему масштабу и несправедливостью экономическими санкциями. Развязана информационная война против нашей страны. Это касается каждого гражданина Российской Федерации и, конечно же, предпринимательского сообщества. Но эти условия, конечно, дают нам и колоссальные возможности. В первую очередь, плоскость импортозамещения. Я очень рад, что промышленники, предприниматели Самарской области не опустили руки в этот момент. Мобилизовались и находят новые возможности, новые решения для замещения открывающихся ниш, ведения бизнеса, поставки продукции. Выстраивают заново и технологические, и с бытовыми цепочками. Коллеги, вот такой настрой и оперативность, с которым сегодня бизнес-сообщество Самарской области работает, это залог нашего успеха и опережающего развития. Областные власти провели работу по получению крупнейшими предприятиями региона статуса системообразующих. И сегодня трудовые коллективы получают дополнительную поддержку, как на федеральном, так и на региональном уровнях. От срочка страховых взносов коснется более 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Отменено более 80 проверок, запланированных региональными и федеральными контрольно-надзорными органами. Целый ряд предложений, инициированных самарским бизнесом, получил федеральную поддержку и сегодня уже воплощен в жизнь. Кардинальные изменения, которые произошли в конце февраля, ударили по финансовому сектору и повысили риски стабильности, в связи с чем Банк России предпринял целый ряд различных шагов, в том числе повышение ключевой ставки до 20%. Такое повышение процентной ставки позволило купировать риски финансовой стабильности и не допустить неконтрольного и бесконтрольного роста цен. Деньги вкладчиков начали возвращаться в банки, поскольку подросли депозитные ставки, но это ужесточило условия банковского кредитования. И поэтому правительство, совместно с Банком России и отдельные проекты, отдельные государственные институты поддержки запустили целый ряд различных мер поддержки, о которых сегодня коллеги очень много говорили. И в нашем регионе эти меры поддержки активно работают, активно ими пользуются бизнесом. В результате принятых мер риски финансовой стабильности снизились. Стабилизировалась ситуация в финансовом секторе. Потребительский ажиотаж, который был в марте и отразился на ценовой динамике, сходит на нет. Ситуация нормализуется, повысилась склонность населения к сбережению. По данным Центробанка, в апреле приток средств вкладов населения практически полностью компенсировал тот отток, который сложился в конце февраля и в течение марта. Таким образом, возникла ресурсная база в банках для продолжения кредитования. Оно для самарских предпринимателей – льготные поставки 5%. В этой связи крайне важна работа сети центров «Мой бизнес-63», в которых из первых рук предприниматели могут получить информацию о мерах поддержки как на уровне Российской Федерации, так и регионального правительства, и о тех возможностях, которые этот период открывает для развития предпринимательства. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В нескольких районах Самары проводят гидравлические испытания. Сейчас город активно готовят к предстоящему отопительному сезону, и состояние инженерных систем играет ключевую роль в обеспечении теплом дома Самары. Это одна из ключевых тем на еженедельных совещаниях в Департаменте городского хозяйства и экологии, которые проходят под председательством первого вице-мэра Владимира Василенко. Наша съемочная группа была на одном из таких обсуждений и расскажет, что удалось узнать. Спасибо. Информация доводится до района, до управляющей компании, то, что будет произведено, гидравлические испытания и отключения. Тем самым сразу планируется работа управляющих компаний, также ТСЖ, ЖСК, для того, чтобы организовать в этот момент эти работы, для того, чтобы подготовиться к зиме. Однако, иногда водоснабжение отключают на срок превышающий заявленный. Зачастую это происходит по вине недобросовестных управляющих компаний, которые проводят собственную проверку и ремонт коммуникаций в доме без учета будущих или прошедших отключений. Первый заместитель главы города Владимир Василенко не раз отмечал, что опрессовки управляющих и ресурсоснабжающих организаций должны проходить синхронно. Начинает либо свои опрессовки проводить, или отключает на какие-то либо виды работ, не оповещая. Я, коллег из районов, именно попрошу вот это взаимодействие с управляющими компаниями наладить. Районы администрации совместно с профильным департаментом должны координировать работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Если регламент ими не соблюдаются и срок отключения воды увеличивается, администрации районов вправе привлечь органы прокуратуры и государственную жилищную инспекцию для того, чтобы пресечь нарушения. Также необходимо и своевременно оповещать жителей о готовящихся отключениях, отметила заместитель главы железнодорожного района Ольга Анцева. В настоящее время на территории железнодорожного района у нас шесть многоквартирных домов, одна поликлиника находится без горячего водоснабжения. Информация до жителей во время гидравлических испытаний у нас доводится через управляющие компании, через управляющих микрорайонов. В Самаре подготовка к грядущему отопительному сезону в самом разгаре. Так, в Советском районе от горячего водоснабжения отключены 621 дом, 14 учебных заведений, 33 дошкольных образовательных учреждения. В железнодорожном районе после испытаний на центральной котельной будут отключены 230 домов, которые относятся к привокзальной отопительной котельной. Помимо проведения гидравлических испытаний, профильные службы и ресурсоснабжающие организации перевооружают тепловые сети города. В этом году обновят 15 участков теплотрасс. 8 из них уже находятся в работе. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. В Самаре купальный сезон стартует 15 июня. На пляже продолжают завозить песок. Для благоустройства его потребуется около 18 тысяч тонн. После выравнивания водолазы обследуют дно реки. Будет установлено пляжное оборудование. Как идет подготовка, увидел Сергей Кизоркин. Официальный пляжный сезон в Самаре еще не стартовал, а у воды уже десятки отдыхающих. Не пугает даже работающая рядом техника, которая разравнивает свежий песок. Не страшно. Там же человек. Он же видит. И мы видим. Меня это не смущает. Я терпеливый, потому что май был очень холодный. Мы очень долго ждали лет. И наконец-то вот лето. Мы приехали, вырвались первый раз. Мы отошли вроде бы в сторонку. Более безопасное место. Не мешаем. Смотрим, контролируем. Если будет около нас, мы перейдем просто в другое место. Пока дни загорают под первыми лучами летнего солнца, другие предпочитают проводить время в тени, дожидаясь, когда пляжи откроются официально. Стоит подождать, когда пляж выровнят. Хороша ложка к обеду. Дождусь, когда все будет готово. Главное, чтобы это было безопасно. Поэтому выбрать пляж у нас большой, поэтому можно выбрать себе местечко безопасное и вполне позагорать, пособирать солнечные лучи. Тем временем на пляжах, куда должны завести в общей сложность около 18 тысяч тонн просеянного песка, идет процесс его планировки. Работы начались под ленинградским спуском и продолжатся там, куда песок уже завезли в полном объеме. Обновленный слой составит около 10 сантиметров. Затем за дело возьмутся водолазы. Они обследуют дно и очистят акваторию от мусора, который отправят на полигон. После открытия пляжа уже будет происходить раз в 10 дней также очистка акватории. Ну и, естественно, уже будут водоросли очищаться от водорослей, стричь. Будут уборщики подхватывать, убирать мешки и ультилизировать. После работы водолазов составит карты прибрежных глубин и развесит их на информационных досках. С учетом этого буйками и поплавками обозначат зоны для купания. Каждый год частично обновляется пляжное оборудование. Теневые грибки, диванчики, скамейки, детские спортивные площадки и площадки для маломобильных граждан. О санитарных нормах тоже позаботится. Подрядчик установит урны, контейнеры, бункеры-накопители, бесплатные биотуалеты. С 10 июня начнут работать 14 пунктов спасателей. На берегу будут размещены информационные стенды с правилами поведения на пляже. С этими правилами необходимо ознакомиться всем, кто планирует отдохнуть на пляже. Там написано, как себя там вести, что можно делать, что нельзя делать и так далее. Обязательно в порядке на пляже запрещено курение, распить алкогольных напитков, появляться с домашними животными. Это все запрещается. Соответственно, кроме того, там же будет размещаться информация о температуре воды и атмосферного воздуха и телефоны спасательных служб. Официальное открытие восьми самарских пляжей намечено на середину июня. Как и в прошлом году, это первая, вторая, четвертая очереди набережной. Пляж на спуске улицы Советской Армии в районе Загородного парка на Барбошиной поляне у санатория Можайский. Пляжа в Красноглинском районе. На Маструбковских озерах пляж будет работать только на время молодежного форума «Иволгат» и «Грушинского фестиваля». До официального открытия отдыхающим не рекомендуют принимать водные процедуры на берегу Волги в черте города. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. В пункте временного размещения на базе отдыха «Дубки» прошло благотворительное мероприятие для детей вынужденных переселенцев. Депутаты поздравили ребят с Днем защиты детей. Подробнее в нашем материале. Нуждаются в особом внимании. На базе отдыха «Дубки», где временно размещаются вынужденные переселенцы из ЛНР и ДНР, устроили праздник для детей. Депутаты и общественники привезли ребятам спортивный инвентарь, игрушки и сладости. Особый сегодня здесь праздник, потому что мы решили в первую очередь оказать поддержку тем детям, которые попали в трудную ситуацию. Вообще дети подвержены воздействию извне. И задача взрослых, конечно, их оберегать. Лето – именно то время, когда воспитанники детских садов и школьники должны забыть о проблемах и хорошо проводить время на природе. К подбору сюрпризов для них подходили индивидуально, исходя из потребностей ребенка. Детям было предоставлено все, что необходимо к лету, включая одежду, велосипеды, ролики, мечи. То есть все, что понадобится в летний период времени. Это приобрели, опять же, депутаты. То есть они сами выступили с инициативой, как-то поучаствовать, организовали это мероприятие. Депутаты всех уровней объединились, чтобы поддержать вынужденных переселенцев и их детей. У меня самого двое детей. И, конечно же, я люблю детей. И всегда участвуем во всех мероприятиях и благотворительных акциях. Тем более сейчас такое время, что вот этим детишкам как никогда нужна наша поддержка и помощь. И детям надо всегда дарить счастье, радость, чтобы они ощущали внимание взрослых. И, конечно, сейчас дети в очень тяжелой ситуации, и надо их всегда поддерживать. Вера Филипенко – многодетная мама из Макеевки. У нее восемь детей. Все они с конца февраля находятся в Самаре. По словам Веры, в пункте временного размещения созданы все необходимые условия. У нас отличная игровая комната, где педагоги проводят с детьми досуг. Занятые дети не шалтаются нигде. Мы работаем. У нас в семье трое человек работает. Все совершеннолетние, все работают. Младшие здесь в игровой. Питание, организация досуга и за нами. Психологи с нами работают. Нас очень оберегают. Поддержка вынужденных переселенцев остается в числе приоритетных направлений в Самарской области. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События. Православные христиане празднуют Вознесение Господня. Закончилась Пасха Христова. В Вознесенском соборе Самары прошла литургия с участием митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Затем крестным ходом жители дошли до часовни святителя Алексии, где и закончилось праздничное богослужение. Тема продолжит наш корреспондент. Божественная литургия в Вознесенском соборе прошла под началом митрополита Сергия. Праздник Вознесения Господня завершает 40-дневную Пасху Христову и всегда приходится на четверг. Этим событием заканчивается земное служение Мессии. Продолжилась праздничная служба крестным ходом по городским улицам и набережной. Сегодня праздник Вознесения. Господь, так скажем, ушел, но обещал вернуться. Вот ваши ощущения в сегодняшний день какие? Радостные. Радостные, что ушел? Радостные, что обещал вернуться. В крестном ходу всегда испытываешь радость, потому что ты со Христом в православном мире. Я первый раз, да. Какие ощущения? Благодать. Завершилась праздничная служба на речном вокзале у часовни святителя Алексия, митрополита всей Руси. В 14 веке по дороге в Золотую Орду святой остановился на месте будущей Самары и предсказал, что город никогда и никем разорен не будет. Самарцы этому верят до сих пор и почитают святого. Почему нет? Конечно. Потому я в Самаре живу. До сих пор замечательный город. И с каждым днем, и с каждым годом становится все замечательно и замечательно. Как же не верить? Пути Господь неисповезен. Но по вере ваше да будет вам. Пророчество святого Алексия пока сбывается, и он до сих пор является небесным покровителем Самары. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Самарская область впервые вошла в тройку самых населенных регионов Приволжского федерального округа, обогнав Нижегородскую область. Об этом свидетельствуют предварительные результаты всероссийской переписи населения, которую проводили в 2021 году. Сейчас в регионе проживают почти 3 миллиона 200 тысяч человек. И хотя за 11 лет население сократилось более чем на 1 процент, в 2010 году в Самарской области жили 3 миллиона 215 тысяч человек. В Нижегородской области оно сократилось еще больше, до 3 миллионов 119 тысяч человек. Самым населенным регионом ПФО остается Башкортостан, где проживают 4 миллиона 91 тысячи человек. А на втором месте Татарстан, где также достигнут 4-х миллионный показатель. Легендарные пушкинские рифмы, звучание симфонического оркестра и прекрасный волжский закат. В Самаре состоялся фестиваль Юрия Башмета. Синтез классики и современности, а на афишах россыпь звездных имен. Подробности расскажет Ольга Волкова. Легендарная пушкинская драма о горечи неразделенной любви под сопровождение симфонического оркестра. В амфитеатре на площади Славы тот самый Евгений Онегин. В постановке слились классика и современность. Музыкально-литературное действие – часть фестиваля Юрия Башмета. Сам маэстро не только художественный руководитель, он все время за дирижерским пультом. Будут знать, кто кого любил, кто кого убил. То, что не всегда в лоб и непонятно. Потому что прекрасные, замечательные актеры проговаривают текст, то есть сюжет ясен. А потом хиты музыкальные, гениальные, трейлер Чайковского будут звучать. В постановке приняли участие знаменитые актеры. Фрагменты романа в стихах прочли Ольга Литвинова и Константин Хабенский. Для меня это прекрасные стихи, которые простотой своей открывают все больше и больше. Наверное, с жизненным пробегом. У нас каждый раз тот же Евгений Онегин, он как-то по-новому, мне кажется, звучит. Партии из одноименной оперы Чайковского исполнили молодые и талантливые солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Моментально в работу влился и хор Самарского академического театра оперы и балета. В Самаре нам повезло, что мы смогли найти здесь профессиональный, высокопрофессиональный хор. Бывают варианты, когда мы играем этот спектакль и без хора, но в данном случае для такой огромной аудитории мы решили сделать действие без сокращений. Приобщиться к искусству смогли тысячи жителей и гостей областной столицы. Вход был свободный. По мнению губернатора Дмитрия Азарова, в этот вечер Самара стала культурной столицей страны. Я уверен, что такие события вдохновляют людей на любовь к своей великой родине, к нашему искусству, к культуре российской. В этом году впервые проходит фестиваль Башмета здесь, в Самарской области. Все жители Самарской области абсолютно бесплатно имеют уникальную возможность увидеть по-настоящему великих исполнителей современности. Евгения Онегина в авторской версии Башмета самарские зрители приняли с восторгом. События знаковые. Мы считали своим долгом прийти в обязательном порядке, отложили все дела. Здесь это просто потрясающе. Детям это надо приобщать прямо с детства. Для удобства горожан в этот вечер усилили работу общественного транспорта. Организовали дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 67, 41 и 34, которые ожидали зрителей в районе Площади Славы. Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События. Ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск представит Россию на новом конкурсе армейских международных игр 2022. В Самаре завершился всеармейский этап конкурса «Армия культуры». Подробнее в следующем материале. В Самаре завершился всеармейский этап конкурса «Армия культуры». Творческие соревнования проходили в Большом концертном зале Дома офицеров Самарского гарнизона. В них приняли участие коллективы Минобороны, Росгвардии, МЧС России. В Самару съехались лучшие ансамбли песней и пляски всех военных округов Тихоокеанского, Черноморского и Северного флотов, воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения и железнодорожных войск, а также ансамбль Приволжского округа Росгвардии и показательный оркестр МЧС России. Все 14 коллективов сражались в трех комбинациях – вокальное мастерство, хореографическое мастерство и инструментальный жанр. Победителем конкурса «Армия культуры» стал ансамбль песней и пляски воздушно-десантных войск. Коллектив завоевал право представить Россию на новом конкурсе армейских международных игр 2022. Нас переполняет гордость за наши воздушно-десантные войска. Рад выступать на этом конкурсе второй раз. В прошлом году мы показали не менее хороший результат и готовы с честью дальше внести звание чемпиона. Второе место с минимальным отставанием в баллах от победителя заняла команда Центрального военного округа, Третье – ансамбль Западного военного округа. Все призеры получили почетное звание лауреата фестиваля, ансамблей, песней и пляски вооруженных сил Российской Федерации. Светлана Кудрявцева, События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС», обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В этом году в Самаре в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральная программа формирования комфортной городской среды приведут в порядок 55 дворов во всех районах города. Во многих дворах работы уже идут полным ходом, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Например, в Октябрьском районе в текущем году обновят три двора по улице Новосадовой 1 и 5, а также на Печорской 3. Везде отремонтируют внутриквартальные проезды, проведут озеленение, установят турные лавочки. Департамент образования «Самара» информирует, что в рамках мониторинга деятельности муниципальных образовательных учреждений в летний оздоровительный период ведомство организует выездные контрольные мероприятия, в ходе которых рассмотрят в том числе вопрос организации и качества питания детей, находящихся в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных общеобразовательных учреждениях и в детских оздоровительно-образовательных центрах. Администрация Красноглинского района города сообщает в своем телеграм-канале, что 4 июня в Доме культуры «Чайка» поселка Управленческий пройдет концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота «Вход свободный». На этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»